Проблема мусора глобальная, ведь количество твердых бытовых отходов растет по всей планете в геометрической прогрессии. Не является исключением и наша страна. Объявленная не так давно мусорная реформа пока не возымела своего действия. Площадь свалок ежегодно увеличивается на 0,4 гектара. Такие данные озвучивает движение Greenpeace в России. О том, как сегодня обстоят дела со сбором, сортировкой и утилизацией ТКО в нашем следующем сюжете. На этих кадрах август 2021 года. Вышневолочок привела новая партия контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Первыми точками в городе для их установки стали площадки на Ржевском тракте и Казанском проспекте. Как сообщала тогда глава Вышневолочского городского округа Наталья Рощина, в прошлом году в муниципалитете создано 29 новых площадок для сбора мусора. Планируется обустроить еще 35. Всего же в округе насчитывается более 300 таких объектов. В связи с тем, что уже люди привыкают к этому, что это в порядке, что это нужно положить именно в контейнер, мы обязательно выдерживаем нормативные расстояния до мусорного контейнера, чтобы люди, которые платят деньги, чтобы они получали эту услугу качественно. На сегодняшний день в Тверской области на региональном уровне ведется серьезная работа по развитию и модернизации системы сбора, сортировки и утилизации ТКО. Так, решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхней Волжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами. Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. У нас возникла система более четкой координации вывоза и утилизации строительных отходов. И сегодня для того, чтобы решить эту проблему, был расположен законопроект Тверской области, который запрещает ввоз других субъектов строительного мусора, строительных отходов. Ведется работа и по другим направлениям. Так, по проекту «Чистая страна» ведется ликвидация свалок, в том числе несанкционированных объектов. Крупные рекультивируемые свалки ТКО в Кимрах, Нелидово на 13-м километре Бежеского шоссе под Тверью. Но работы еще очень много, и в первую очередь с населением. Несмотря на то, что на большинстве контейнерных площадок Твери и Калининского района установлены синие для вторсырья и зеленые для смешанных отходов контейнеры, в целом, по данным регионального оператора по обращению с ТКО, сегодня раздельным сбором отходов охвачено лишь 34% общей численности населения Верхневолжья. К сожалению, пока люди не привыкли еще к такому хорошему, нормальному образу, культуре обращения с отходами. Так, например, простой пример, это пакет Тетропак. Их надо выкидывать в зеленый контейнер. Все думают, что это бумага. На самом деле это сложный продукт, который состоит из фольги, бумаги, а еще и полиэтиленовой пленки, которую впоследствии нельзя разделить. Именно поэтому он не подлежит дальнейшей переработке. Эксперты уверены, что на начальном этапе многое зависит от системы поощрения граждан. К примеру, можно было бы ввести пониженные тарифы для тех, кто начал сортировать мусор. А для нерадивых компаний и граждан предусмотреть в КОАП соответствующие штрафы. Но все это только после создания необходимой инфраструктуры. К слову о ней. В Тверской области, по данным компании «Тверь Спецавтохозяйства», оборудовано 800 площадок для раздельного сбора ТКО. А вот полигон, где вторсырье сортируется и делится на фракции, всего один под Тверью на 21-м километре Бежеского шоссе. Здесь сортировка мусора осуществляется в несколько этапов. Сначала все содержимое синего мусоровоза попадает на движущуюся ленту. Затем от вторсырья отделяется грязь и все то, что на дальнейшую переработку не пойдет. После чего прибывший на полигон мусор вручную делится на фракции. Производительность комплекса составляет 20 тонн в час. Если мусор смешанный, то где-то мы отбираем 15% с этого объема. Если мусор разделенный уже нашими жителями, то с этих машин мы берем 70-80% от всего объема. Экологи заключают, мусор является напастью, но лишь при неправильном подходе. Подходить к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, а также к их минимизации, нужно ответственно и с умом. Причем на всех этапах. Рядовым гражданам нужно запомнить важное правило. Пищевые отходы нужно отправлять в зеленые контейнеры, пластик и все то, что может пойти на переработку, в синие. Также важно расширять географию программы по сортировке мусора. На сегодняшний день планомерно эта работа ведется лишь в Твери и Калининском районе. Муниципалитеты только начинают принимать в ней участие. В итоге на данный момент лишь треть жителей региона имеют возможность разделять свой мусор. Что, разумеется, по меркам одного из крупнейших регионов ЦФО крайне мало.